Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхар. Шаббат шалом. Две кафедры, вот это да. Хорошо, друзья, сейчас у нас блок объявлений. И вопрос всегда объявлений касается наших служений. И хоть у меня сегодня здесь ничего не написано, но я хочу сказать, что есть три ключевых направления, в которых мы продолжаем служить. Первое направление – это молитва. Молитвенная жизнь продолжается. Мы, лидеры, собираемся каждый день в Zoom, будем в Viber, собираться группами, молиться. Организовывайтесь, подключайтесь к этим группам, чтобы молиться Богу, который отвечает на молитвы. Амэн. Первое направление – служение. Второе направление – служение милосердия. Служение милосердия продолжается в жизни каждого из нас. И если мы видим нужду друг друга, если мы видим нужду окружающих нас людей, то мы открываем нашу руку, чтобы помогать. Это наше призвание. Наше призвание сегодня – помогать людям. Третье направление – мы все должны проповедовать Евангелие Царства. В это время, когда народ в страхе, когда народ не знает выхода, они нуждаются в том, чтобы услышать слово Благовеси. И каждый из нас, он… Спасибо большое. И каждый из нас, он призван, чтобы проповедовать Евангелие. Это великое поручение Ишуа Мессии. Вот такие вот у нас служения сейчас работают, друзья. И мы будем стоять твердо в этих служениях во имя Ишуа Мессии. Я прошу вас быть очень внимательными к нуждам друг друга. Я прошу вас быть на связи. Я прошу вас иметь общение, чтобы все имели связь друг с другом. Но об этом мы будем говорить на членском. У нас будет членское после служения. Хорошо, друзья. Сегодня я хочу с вами поделиться словом. Но прежде я хочу сказать вам. Мир вам! Мир нам! Сегодня я хочу сказать, что Бог благ. Несмотря на все обстоятельства, которые проходят вокруг нас, Бог, Он добрый Бог. Он был, есть и остается благим. Сегодня я хочу еще рассказать, что Бог, Он Бог Шалома. Егова Шалом. И в нем, и только в нем мы можем иметь мир. Мир, который превыше всякого человеческого разумения. Аминь! Аллилуйя! И сегодня мое послание, оно простое, но очень важное. Может быть, оно где-то короче, чем обычно, но я верю, что это важно для этого времени. Скажите, пожалуйста, друзья, кто из вас чувствует давление? Вы скажете, что это, пастор, что за глупый вопрос? Я сам спросил и сам себя удивляюсь, что это я спрашиваю. Я думаю, что каждый из нас сегодня переживает это давление. Я хочу поделиться с вами своими вчерашними переживаниями. Мы проснулись с семьей рано-рано утром. И, конечно, в наших сердцах была благодарность Богу, что та ночь была тихая, все было тихо. Мы легли в одиннадцать и проспали до шести часов утра. Думаем, слава Богу! Была благодарность Богу за прожитую ночь. И первое, что мы сделали, мы включили телевизор, мы хотели узнать новости, что происходит. Вы знаете, новости важно смотреть. Но я скажу вам первое, что мы начали ощущать, мы начали ощущать давление страха и переживания. И мы поняли одну очень простую вещь. Вот просто, когда пришло это состояние, мы начали понимать, что сегодня, в наше время, как никогда, важнее всего еще больше схватиться за Бога и держаться за Бога. Мы поняли, что нам необходимо просто ухватиться за Него. Нам это важно, для нас это жизненно необходимо, потому что только так мы сможем устоять в вере. Друзья, сегодня идет война. Но эта война не только физическая. В духовном мире также идет битва. Такие же бои, какие происходят, колоссальные бои, на территории нашей страны прекрасные. Такая же война сейчас идет и в духовном мире. Враг, он хочет, чтобы дьявол, дьявол хочет, чтобы наш фокус, он был сбит с начальника и совершителя нашей веры и спасения. В духовном мире это его основная цель. Его задача сковать нас страхом, чтобы мы были скованы, чтобы мы, находясь в этих оковах, не смогли исполнить своего призвания. Почему я сегодня сказал вот эти объявления, простые объявления? Потому что это наше призвание. Независимо от того, кем ты призван, какое твое призвание в теле Мессии, но ты призван всегда быть открытым на помощь. Ты призван иметь отношение с Богом. Ты призван благовествовать Евангелие Царства. Пусть ты не евангелист, но ты должен говорить о Боге. Пусть не сотни человек, но одного ты должен привести ко Христу. Аллилуйя. Дьявол сегодня хочет, чтобы мы с вами, друзья, вот в этом состоянии страха, отложили оружие воинствования нашей, которое написано в Писании, не плотские, но сильные Богом, и сделались неспособными активизировать нашу веру и жить верой. Потому что наша жизнь, мы называемся верующими. Почему? Потому что мы ходим в собрания и поем Аллилуйя. Нет. Нет, мы называемся верующими, потому что в наши сердца Бог поселил веру Духом Святым. Бог поселил, и мы верим теперь Богу. И мы верим, что все, что происходит, все контролируемое Богом. Мы верим, что Он един Царь, один Бог и один Владыка. Аллилуйя. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать, что сегодня в наше время нам кардинально важно пребывать на лозе. Я хочу вам прочитать слова Ишуа, которые он сказал в Евангелии от Иоанна. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5-8 стих. Я есть милоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Аминь. Цель нашей жизни, чтобы прославился Небесный Отец. Чтобы эту цель достигнуть, нам необходимо приносить плод. Потому что только если мы будем иметь плод, только тогда прославится Небесный Отец. И написано, причем приносить плода надо много. А чтобы принести много плода, необходимо пребывать на лозе. То есть пребывать в Ешуа Мессии. Что же значит пребывать на лозе? Интересный вопрос. Я продолжу свою историю. И расскажу вам опыт вчерашнего дня. После того, как мы посмотрели новости и почувствовали это давление, переживание, вот этого страха, какого-то такого непонятного состояния, мы поняли, что наш день мы начали неправильно. Не успев открыть глаза, первое, что мы сделали, включили телевизор, это неправильно. Мы сразу встали на молитву. Мы встали на молитву, мы попросили у Бога прощения. И я скажу вам, что когда мы начали молиться, все сразу стало на свои места. Даже новости, которые мы увидели в нашей голове, они начали совсем по-другому пониматься. Совсем все просто легло по полочкам и пришел Божий мир. Первое, что стало, это ушло чувство страха, ушло чувство тревоги, пришла надежда, пришло какое-то желание продолжать служить Богу, продолжать служить людям. Если сказать одним словом, то пришел Божий шалом. Божий шалом, страх, он сменился на Божий мир. И возможно, кто-то сейчас подумает, что, ну, в принципе, мы все понимаем это банально, что надо молиться. Мы много лет верующие, мы все знаем о том, что надо молиться. Мы все знаем, что надо читать Слово и пребывать в Слове. Я скажу вам, что есть очень большая разница читать Слово и пребывать в Слове, это не одно и то же. Я вам уже много раз говорил, что до покаяния я два раза Библию от корки до корки перечитал, ничего не изменилось. Пребывать в Слове. Надо пребывать в Слове. Но я скажу вам, что мы действительно, друзья, все очень много знаем, да? Тут, наверное, очень мало людей, которые недавно совсем уверовали. Многие уже мужи веры, по 25 лет в вере. И знаем мы очень и очень много. И порой я скажу вам, что эти знания, они играют с нами злую шутку. Сегодня, друзья, не время шуток. Сегодня не время игры в христианство. Сегодня время испытания нашей с вами веры. Сегодня время показать этому миру. Сегодня время показать духовному миру, показать людям, ангелам, что мы дети Божьи. Дети, которые в любой жизненной ситуации полагаются на своего небесного Отца. На Отца, который добр. Халлелуя. Но это можно сделать только лишь при одном условии. Пребывая в Боге. В это время нам нельзя подниматься страху, потому что страх – это основное оружие, которое дьявол использует больше всего. Он использует его, чтобы через это оружие людей сделать так, чтобы люди не пребывали в Боге. И если у него это получается, то наша битва, она будет проиграна. Если у него получается сбить наш фокус, и мы не пребываем в Боге, то наша битва проиграна. Мы не сможем устоять, мы не сможем выиграть, друзья. И сегодня я хочу поделиться с вами, как нам в этих непростых жизненных ситуациях справляться с нашими страхами. Я скажу вам, что когда-то я проповедовал на эту тему. И сейчас я понимаю, что это время, и это очень важно. Я скажу вам, что даже когда я готовился, я думал, как-то думаю, у меня были другие мысли. Бог дал мне там один интересный текст. Я хотел по слову, как-то такое ободрительное слово, вдохновение сказать. Но Бог меня направил именно в этом направлении. И я сегодня хочу, чтобы мы, возможно, возгрели нашу память. Потому что многое мы знаем, мы знаем вещи, но нам надо возогревать память. Если мы посмотрим Тору, то Бог на память акцентирует очень большое внимание. Расскажи детям своим, чтобы понять, из поколения пока всегда говорится о том, что надо много говорить, много помнить, чтобы мы помнили, помнили, помнили. И нам надо помнить, друзья, нам надо сегодня устоять. Итак, первое, что нам сегодня надо понимать с вами, что Бог всегда с нами. Бог всегда с нами. После своего воскресения Ишуа Хамышиех, что он нам сказал? Что он сказал своим ученикам? В Евангелии от Матвея, 28 главе, в 20 стихе написано. «Сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». «Сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это его последние слова перед воскресением. «Он с нами. Это его обещание. И это обещание для нас. Да и аминь». Друзья, если мы с вами вернемся в Танах, вспомним историю завоевания Ханаана еврейским народом, то увидим, что тогда было непростое время. Правда, ситуация немножко была другая, но по-любому тоже надо было вести военные действия. Военные действия надо было вести, и им было страшно. Они боялись, их пугала неизвестность, их пугали. Они видели народы, им было очень непросто. Но что сказал Всевышний устами Маше? Второзаконие, 1 глава 29, 31 стих. «Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими. И в пустыне сей, где как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который вы проходили до пришествия ваша на сие место. Я верю, что сегодня Бог идет впереди нас. Наше дело правое, друзья. Мы на своей земле. Мы никого не трогали. Мы ничего не хотели. Мы хотели идти своим путем. В свободе выбрали путь, которым хотели следовать. И мы никому не угрожали. Мы хотели мирно жить под мирным небом. Бог говорит, я иду перед вами. И Он говорит, я буду носить тебя на руках, как сына. Нам необходимо верить, друзья, Божьему Слову, которое говорит, что Бог с нами. Он также нас носит на своих руках, как Он носил Израиля, потому что мы Его дети. Мы Его дети в Ишуа Мессии. В Новом Завете есть одна тоже очень интересная история. Это история, когда ученики, они переправлялись в лодке на другой берег. Вы помните ее, наверное, в Евангелии от Марка. Она описана. И что происходило? Когда они плыли, начался сильный ветер, буря, и ученики убоялись. А Ишуа, Он себе спал, себе спокойно на корме лодки. Я прочитаю, в своем страхе, они в этом состоянии страха, они вскрикнули к Нему. Это Евангелие от Марка, 4 глава, 38-40 стих. Они сказали, учитель, неужели тебе нет нужды? Тебе нужды нет, что мы погибаем. И встав, Он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Друзья, я хочу сказать, что Ишуа, Он в нашей лодке. Ишуа в нашей лодке. И если даже ты не видишь Его присутствие, если ты не видишь явного Его вмешательства, Он рядом, чтобы помочь каждому из нас в критическую минуту. Единственное, что нам необходимо, это верить, что Бог, Он рядом с нами. Аллилуйя! Следующее, друзья, что мы должны понимать. Мы должны понимать и верить Божьим обетованиям. Сегодня мы должны ухватиться за Божьи обетования. Писание, наполненное обещаниями для Божьего народа. На любые. Там очень много обещаний на тяжелые времена. Если вы помните, Ишуа не проповедовал, не говорил нигде, что, ребята, все у вас будет в шоколаде, вы будете ездить на Месседесах. Он говорил, будут вас гнать, будут убивать за меня. И очень много говорится о стесненных обстоятельствах. Очень много. И сегодня время кидает нам вызов. Верить врагу, который всячески хочет порезовать нас страхом, или верить Божьим обетованиям. Божьим обетованиям. Мы выбираем Божьи обетования, которые дай айми. Сегодня враг, я имею ввиду дьявол, всячески пытается сместить наш фокус с истины и перевести их на новости, перевести их на какие-то факты. Он пытается сделать, чтобы мы забыли, что вера – это осуществление ожидания моего и уверенность в невидимом. Уверенность в том, что сегодня нету. Сегодня, может быть, мы видим войну, но мы знаем, что придет Божий мир на эту землю. И мы верим, что придет Божий мир на эту землю. Настанет порядок, устройство на этой земле. Нам очень важно стоять в том, что Бог обещает любящим Его. Это очень-очень важно, друзья. Я еще раз хочу не подчеркнуть, что нам важно и быть информированными. Нам важно следить и за новостями. Но вопрос – как это делать? Когда это делать? Понимаете? Аллилуйя! Но очень важно наблюдать, как мы слушаем и кого мы слушаем. Именно поэтому Ишоа, он говорил. В Евангелии от Луки, я прочитаю вам его слова. Это Лука, 8 глава, 18 стих. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Если мы внимательны с вами к Божьим обетованиям, то вера, данная нам, Богом, по Его слову, она будет в нас умножаться. Если же мы не будем внимательны, то в нас будут умножаться страхи, в нас будут умножаться переживания. И тогда мы будем ничем отличаться от людей этого мира. Бог же хочет, чтобы Его дети были наполнены верой. Друзья, я хочу сказать, что, будучи детьми Божьими, мы не можем себе позволить, чтобы в нас произошла вот эта вот трансформация из верующих, не верующих. Это непозволительно, потому что мы с вами, каждый из нас, мы являемся светом этому миру. И каждый из нас, он является солью для этой земли. Так говорит Слово Божие. И если так говорит Слово Божие, то это истина. Это да и аминь. И сегодня нам с вами надо особенно быть внимательным к Божьим обетованиям. Если вдруг в твоей жизни приходит ситуация, вот что страх сковывает, какое-то переживание, возьми Божье Слово и начни читать то, что Бог обещает для тебя. Поверьте, сразу меняется все. Стань на молитве. Вспомните, что Бог говорил в вашу жизнь. Пророчество, которое Он говорил в вашей жизни. Это поднимает нашу веру. Раб Шауль, он говорил, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вера, она от слышания Слова Божьего. Нам надо сегодня слышать Слово Божье, чтобы наша вера, она поднималась. Аллилуйя. Но что делает враг? Он заставляет нас смотреть не на то, что должно произойти с нами по Слову Бога, а на то, что происходит на данный момент в реальности. Он хочет увести нас с этих обетований и сказать, сейчас все плохо. Посмотри, все плохо. Посмотри. Но это ложь. Это наглая ложь. Он переводит наш взгляд с вечного на временное. Да, сейчас может быть и плохо, но завтра будет лучше. Мы верим, что завтра будет лучше. Я скажу вам, друзья, что другими словами, дьявол, он переводит наш взгляд с конечного результата, чтобы мы потеряли веру в этот ожидаемый результат. Он этого хочет. Затем он использует страх, он пытается лишить нас сил продолжать борьбу, нашу борьбу и наше движение вперед к этой цели. Что же это за цель? Я уверен, что конечная цель жизни каждого верующего человека – это встреча с Господом по завершении нашего жизненного пути, чтобы с уверенностью получить награду, которую мы заслужили, будучи здесь, награду за свои дела. Это будет время, когда мы увидим Его, какой Он есть. Это кульминация жизненного пути каждого человека. И Слово Божие говорит для нас с вами. Для меня это очень ободрительные слова. Послание к римлянам, 8 глава, 35-39 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или горение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Амэн! 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 Слава Богу! Если мы хотим пребывать в вере, нам необходимо верить Божьим обетованиям, которые сохраняют нас от страха и сохраняют нас от поражения. А эти обетования говорят о том, что ничто не может нас отлучить от Божьей любви. Ничто не может отлучить нас от Бога. Ничто, что бы ни происходило. Далее, друзья, нам необходимо помнить о мире. О мире, который дает нам Ишу. Он его дает нам. Он его дает нам, друзья. Как бы ни было тяжело, как бы ни было сложно, Бог дает нам свой мир. В Евангелии от Иоанна написано, Это говорило Ишуа. Сегодня это очень важные слова для каждого из нас. 14 глава, 27 стих. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Мир мой даю вам, сегодня говорит Господь. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается. Господь Ишуа дал нам свой мир. И сделал Он это, чтобы мы не боялись. Что же это за мир? В чем его суть? Это очень важные вопросы. Мир, друзья, это уверенность, что Бог всегда с нами. И Он, и Его сила принимают активное участие в нашей жизни. Поверьте, Богу нельзя сказать, что Бог где-то далеко, Ему нет дела для меня. Каждый волос написан на нашей голове, Он сочтен. Каждый волос. Для Него очень важна наша жизнь и наша судьба. Он не просто сторонний наблюдатель, который кинул нас в этот водоворот жизни, как котят, и говорит, кто выгребет, то выгребет, то не выгребет, тот не выгребет. Нет. Он рядом. И Он активно участвует в наших жизнях, даже если мы этого сегодня и не видим. Друзья, и тут вопрос, что надо вернуться к обетованиям, которые говорят об этом. Потому что действительно, порой мы не видим. И многие из нас здесь задавали вопрос, Бог, где ты? Но Бог рядом. И Он участвует в твоей и в моей жизни. Я скажу вам, что страх, как мы выяснили с вами, он исходит от дьявола. И именно враг, человеческий душ, хочет заставить думать нас, что Бог очень далеко от нас, и Ему нет до нас никакого дела. И когда мы допускаем в себе эти страхи, то мы начинаем терять веру. Мы начинаем терять веру в силу Бога, который может нас провести через любые стесненные тяжелые обстоятельства. И страх и потеря веры в силу Божию – это и есть первоочередное действие. Окружающие нас обстоятельства, которые вызывают в нас эти страхи, это всего лишь вершина проблемы. Корнем же ее является, как я сказал, друзья, это потеря веры вообще. Если мы вспомним историю, историю про лодку и бурю, то мы увидим, что Ешо вообще в этой истории, он акцентировал внимание на вере. Он, его целью не была говорить с ними о страхе, он говорил о вере. В 40 стихе Евангелие от Марка Ешо говорил и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Другими словами Ешо говорит, почему вы боитесь? Я ведь плыву с вами в лодке, и моей силы достаточно, чтобы укротить в эту бурю. Бог с нами в лодке, и его силы достаточно. Аллелюя. Сегодня Ешо также говорит, я с тобой, и моей силы достаточно, чтобы провести тебя через любые тяжелые обстоятельства. Моей силы достаточно, чтобы провести каждого из нас через тяжелые обстоятельства. Сегодня, друзья, мы не должны задавать Богу вопросы, как это делали ученики. Ишо, а неужели тебе нет нужды для нас, что мы погибаем? Мы не погибаем, потому что Ишо дал нам свой мир. Ишо дал нам свой мир. Божий мир. И даже если мы его не видим, этот Божий мир может владычествовать в наших сердцах. Если мы будем пребывать в Боге, то Божий мир, он будет владычествовать в наших сердцах. Потому что Ишо, он дал нам уверенность в своей силе. Он утвердил эту силу на кресте Голгофы, поправ грех. Он дал нам уверенность в силе Бога, воскреснув из мертвых. Он дал нам уверенность в настоящем и будущем, вселившись в сердца наши, Духом Своим Святым. И нам не стоит бояться во имя Ишоа Мессии. Я хочу вам рассказать, я хочу еще раз сказать, что нам не стоит бояться во имя Ишоа Мессии. Именно во имя Ишоа Мессии не бояться. И я расскажу вам историю, которая происходила со мной. Почему я говорю сейчас именно о том, что не стоит бояться во имя Ишоа Мессии. Это очень важный момент. Не бояться во имя Ишоа Мессии. Когда-то, когда я пришел к Богу, Бог освободил меня от многих вещей, но я очень долго боролся с проблемой курения. Я не мог бросить курить, но я именно боролся. Я держался там месяц, не курил там неделями, это все. Потом скурил полсигареты. Такое ощущение, что тебя облили ведром помоев. Ты кайся, раскаивайся, держишься последних сил. Потом опять и опять. И вот так я боролся упорно, но срывался и срывался. И вот в один из дней, я помню, мы с женой стояли, ожидая посылку на автовокзале, нам мама передавала. И я говорю, я не могу. Знаете, когда человек жжет, надо что-то вот курцу взять в руки, вот такое. И мне так захотелось курить. Я говорю, Ира, я закурю. Она говорит, я прошу тебя не курить. Во имя Ишоа Мессии. И когда она сказала эти слова, во имя Ишоа Мессии, я не знаю, но со мной что-то произошло. И я понял, что я не могу. Не могу сейчас закурить во имя Ишоа Мессии. Я не могу себе позволить, потому что мой Ишо, он спас меня. Он меня вытащил с такого болота. Болото греха. И я не могу сейчас этого сделать во имя Ишоа Мессии, друзья. Я скажу вам, что мы можем, мы должны не бояться. Во имя Ишоа Мессии. Аллилуйя. В послании филиппийцам, друзья, 4 главе, 6-7 стихе написано. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Ишуа Мессии. Не заботьтесь. Будьте в молитве, в прошении, в благодарении. Открывайте свои сердца. Сегодня, друзья, я скажу вам, что надо быть честным с Богом. Если тебе страшно, надо прийти и сказать, Господь, я боюсь. Я боюсь. Я не могу. Помоги мне. И написано, что мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца наши и помышления в Ишуа Мессии. Друзья, как я сказал сегодня, во время испытания нашей веры, от нас и только от нас с вами зависимо стоим мы, веря или нет. Сегодня это наш выбор. Сегодня нам, как никогда, важно стоять в молитве, взывая к тому, кто силен избавить и сохранить. К тому, кто безгранично благ. Сегодня наши молитвы – это стержень, который помогает нам иметь тесную связь с лозой. Иеремия 33, 3 говорит всем нам известные слова. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступного, чего ты не знаешь. А в Салме 17, там Псалмобевец говорит в 7 стихе. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышит от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Бог слышит наши молитвы, и Он обязательно ответит нам в самое правильное время. Не тогда, когда мы думаем, а в Его время, Его время, которое является самым правильным. Сегодня нам, как никогда, важно стоять в единстве, потому что единство – это наша сила. Единство – это наша сила. В Евангелии Иоанна записаны слова, которые Иешуа сказал своим ученикам незадолго до своей смерти на кресте Голгофы. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21-22 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Что мы видим? Когда мы вместе, нас обрамляет, или правильнее сказать будет, нас наполняет Божья слава. И сегодня смело можно сказать, что это место Божьей славы. Это место Божьей славы. Все эти дни, когда мы замирались в зуме для молитвы, каждое место в каждом доме, где собирались люди для молитвы, это было место Божьей славы. Каждый раз, когда мы участвуем в жизни друг друга, в жизнях окружающих нас людей, это место Божьей славы. Потому что мы с вами призваны, чтобы славное имя Ишуа, оно было превознесено и прославлено. И мы, как община Божья, это то сообщество. Один народ, как один человек, которое должно исполнить Божью миссию. Каждый на своем уровне, и все вместе, как Божья община. Халлелуя! И сегодня, друзья, сегодня у нас причастие, сегодня у нас причастие, время, когда наше единство, оно имеет видимое действие. Это время, когда Божья община, Божья церковь соединяется вместе и соединяется вместе не просто так, чтобы провести таинство. Да, это важная часть таинства, но у таинства есть цель возвестить этому миру. Возвестить этому миру, что Господь Ишуа, Он умер на кресте нашей, на кресте Голгофы, Он умер для того, чтобы искупить свою невесту. Он отделает свою невесту в одежду праведности, в одежде святости, чтобы эта оправданная, очищенная невеста возвещала этому миру совершенство Бога Израиля. Это время, когда мы, объединяясь вокруг Мессии, говорим, что мы с вами община Бога Живого. Мы община, центром которой является Ишуа, Господь и Спаситель. Мы община, которая исполняет Божью волю. Мы община. Мы община, друзья. Это не просто слова. Мы община, мы церковь Бога Живого. Аллилуйя. Давайте мы встанем на наши ноги.